Сначала комплексный инструктаж и только после отработки каждого отдельного элемента. На этом строится обучение любым видам единоборств. Главная задача, чтобы человек не только смог защитить себя, но и не нанес серьезного вреда сопернику. Об этом и о многом другом постоянно говорят во время тренировок ученикам их опытные наставники. Спортивный зал не место для драк, это подготовка организма, развитие личностных качеств и судя по настроению ребят, это они понимают и осознают. Есть дети, которые приходят и мы сразу видим, что у него есть чутье, у него есть данные какие-то. Есть дети, у которых нету таких природных данных, но они тоже могут достичь очень многого за счет трудоспособности. В тренировку входит у нас разминочка, основная часть состоит из отработки техники в стоечке в картере. Естественно, что мы боремся, боремся в игровой форме с начинающими и потом более серьезные поединки у нас на татаме происходят. И дальше через год дети могут пробовать себя уже в соревнованиях. У каждого из этих юных спортсменов своя история прихода в детско-юношескую спортивную школу. Как правило, сначала это интерес к дзюдо, его техничности, большому набору бросков, болевых приемов, подсечек и подножек. И только спустя несколько лет, когда тренировки становятся больше, чем физическая нагрузка, ученик раскрывает для себя процесс работы над собой, становится более серьезным, организованным, собранным. Здесь важна система, поэтому тренировки проходят пять дней в неделю, не считая сборов и мастер-классов. Тут можно поотрабатывать, всякие соревнования, едешь в город, первые месяца, третий иногда, вторые. А вообще соревноваться интересно с ребятами? Да, интересно. Новые ребята, познакомиться можно, посоревноваться с ними. Сколько вообще тренировок в неделю? Каждый день. Вот так вот, да, понедельник, пятница, воскресенье еще есть тренировки. Если раньше в зале дзюдо, как правило, мальчишки были в большинстве, то в последние годы все чаще на тренировки приходят девочки. Этот вид восточных единоборств им также интересен. Я занималась спортом, гимнастикой, пять лет. Вот, и после этого я перешла на дзюдо. Дзюдо – это такой вид спорта, который и подходит всем. То, что девочкам нравится одно или другое, мальчики не обязательно должны ходить именно на борьбу. Но девочки тоже могут, ведь им это нравится, чего же им не ходить? И то, что комплексная подготовка дает свой результат, подтверждают многочисленные кубки и медали, которые украшают фойе Бреска детско-юношеской спортивной школы номер один. Ребята трудятся, потому что видят в этом виде единоборств перспективу. Не зря в свое время техника дзюдо легла в основу самбо бразильского джиу-джитсу Каваиси Рю Дзюцу. Очередной учебный год обещает быть насыщенным. И город ждет от этих ребят новых успехов и новых побед. Субтитры создавал DimaTorzok